Салям Достар! Это Сулютюб. Разговорный казахский для начинающих. Каждый хочет управлять своим временем. Давайте научимся это делать сегодня на казахском языке. Ал кетток уақыт кутпиды. Время не ждет. Сразу начнем с ключевого вопроса. Который час? Уақыт канша болда. Или уақыт нище болда. Уақыт время канша нище. Сколько болда стало? Существует три варианта ответа на этот вопрос. Первый енджейнль самый легкий. Просто показываем часы, человек смотрит, получает ответ. Универсальный способ работает на любом языке. Где-то этих парней уже видел. Следующий вариант немного сложнее. Для этого нам нужно знать название цифр на казахском. Они есть в любом учебнике казахского или в интернете на сайте Сулей Кизет. Когда вы знаете название цифр на казахском, то можете для начала просто переводить с русского. Например, час 25 минут. Барсагат жерьма без минут. И вас все поймут. У нас когда-то любой мог позвонить по номеру 060 и на том конце провода, учтивая татешка озвучивала который час. И все ее прекрасно понимали. Рахметте те. Однако я думаю, что те, кто смотрят наши ролики Сулей Ютюб, хотят грамотно и красиво отвечать на вопрос уақыт ханша болда. Поэтому специально для вас Арная Сыздерюшен третий способ. А для этого нам нужны часы. Больше, чем эти и больше, чем эти. Ва! Нашел! Цифры и стрелки потом нарисуешь. Когда на часах ровное время, ровно 12 часов, 8 или 3, то говорим просто. Сагат ун ек болда. Сагат сейгс болда. Сагат уш болда. Для усиления точности времени добавляем слово тура. Ровно. Сагат тура без. Ровно 5. Сагат тура жейт. Ровно 7. Если на часах у нас половина чего-то, то используем конструкцию противоположную русскому языку. Например, в русском мы говорим половина одиннадцатого. То есть эта половина принадлежит уже следующему часу. А в казахском наоборот. Эта половина принадлежит идущему часу. То есть десять с половиной. Он жаром. Не полчетвертого, а три с половиной. Уш жаром. Все просто. Разделим наш циферблат на два полушария. Если минутная стрелка с правой стороны, то в нашей фразе обязательно будет слово кетта. То есть прошло. Если минутная слева, то обязательно будет слово калда. Осталось. Рассмотрим каждую сторону подробнее. Итак, на часах у нас пять минут одиннадцатого. Дословно по-казахски мы говорим. От десяти ушло пять минут. Оннан без минут кетта. Пять минут четвертого. От трех ушло пять минут. Штен без минут кетта. В этой структуре концовка неизменная. Кетта. Минуты меняются, но к ним не прибавляется никаких окончаний. А вот к часам прибавляются еще окончания. И эти окончания нам достаточно просто выучить. Часов у нас двенадцать, а окончаний, видов окончаний, всего четыре. Брден от одного. Егден от двух. Уштен от трех. Туртен без тен. Алтудан. Житден. Сегзден. Торсдан. Оннан. Онбрден. Он егден. Теперь подставляем наши знания в эту конструкцию. Например, десять минут девятого. То есть от восьми ушло десять минут. Сегзден. Он минут кетта. И так дальше в том же духе. Но эта конструкция применима только когда минутная стрелка не дошла до тридцати минут. А если она уже перевалила за половину, то используем вторую конструкцию. В данном случае мы будем говорить, сколько минут осталось до следующего часа. Двенадцать часов сорок пять минут. До часу осталось пятнадцать минут. Брге он без минут колда. До трех осталось двадцать минут. Ушке жерма минут колда. В этой конструкции принцип такой же. Концовка не меняется. Колда. Потом подставляем количество минут. И у часов меняются окончания. Только окончания здесь уже другие. Их мы тоже должны запомнить. Их всего три вида. Таким образом мы имеем два типа конструкций. Когда минутная стрелка не дошла до тридцати. И когда минутная уже перевалила за половину. Дальше немного практики. Три часа двадцать минут. Двадцать минут значит стрелка минутная еще не дошла до тридцати. Значит мы будем говорить, сколько минут ушло от трех. Уштен жерма минут кетта. Двенадцать минут пятого. Сколько минут ушло от четырех. Тртен он ека минут кетта. Без двадцати пяти восемь. Но тут мы можем округлить и сказать просто. Половина восьмого. Или в казахском. Жетта жаром. Семь тридцать. Если нам нужно более точно. То говорим, что до восьми осталось двадцать пять минут. Если вам эта тема показалась сложной, то это вам показалось. Все сложности разбегаются после небольшой практики. И уже совсем скоро вы сможете говорить который час, не задумываясь, какую применить конструкцию и окончание. К сожалению или к счастью, время нельзя вернуть вспять. Но зато им можно управлять. Учите казахский. Цените свое время. Потому что уахат алтнанда агбат. Келесору лекте жуздисеек. Келесору лекте жуздисыек.